Праздник к нам приходит. До Нового года осталось чуть больше месяца. Кроме салата оливье и загадывания желаний под бой курантов, у Русиан есть еще одна традиция запускать фейерверки о том, как использовать праздничную пиротехнику без последствий для здоровья. Мы поговорим с временно исполняющим обязанности начальника управления надзорной деятельности главного управления МЧС России по Чувашии Федором Фоминым. Федор Петрович, здравствуйте. Здравствуйте. Совсем скоро начнется продажа пиротехники. Вот как население определить, где можно покупать смело пиротехнику, а какие точки все-таки лучше обходить стороной? Указанный вопрос четко регламентирован. Правильно по продаже пиротехнических изделий. Это можно сделать в специализированных магазинах, либо каких-то отдельных отделах, секциях, либо ларьках, киосках. Ну и мы не рекомендуем, конечно, приобретать пиротехнические изделия на открытых лотках, где-то на улице, на рынках, переходах. А в Чебоксарах определены именно конкретные места, где расположены точки официальные? Ну, эти точки определять прерогативы органов местного управления. Мы уже работаем по конкретным моментам, когда уже определены точки, берем их на учет, проверяем и принимаем соответствующие меры, если выявляются какие-то нарушения. Хорошо. А покупатель может самостоятельно определить, как продукция безопасна, которая нет? То есть продавец должен предъявить какие-то документы, какие-то лицензии? Может быть, хранится должна она особенным каким-то образом? Да, покупатель в настоящее время может самостоятельно все это дело проверить. Но любая пиротехническая продукция, она подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям. То есть это может быть либо декларирование, либо сертификация. Естественно, продавец, который реализует пиротехнические продукции, должен рассказать продавцам меры безопасности, предъявить сертификаты соответствия данный документ. По просьбе покупателя также предъявить товарно-транспортные документы, то есть определенные накладные, которые говорят, где производился товар, партия, номер и так далее. А покупатель должен, в первую очередь, ознакомиться с инструкцией завода-изготовителя. То есть меры безопасности, как устанавливать, где устанавливать, как использовать и так далее. Все вопросы, в принципе, оговариваются вот инструкцией завода-изготовителя. Ну и есть требования продавцам, то что пиротехническая продукция должна размещаться в таких местах, чтобы исключить какие-нибудь манипуляции со стороны покупателей непосредственно. Если это магазин самообслуживания, то пиротехническая продукция должна продаваться только продавцам-консультантам. То есть не должны они открыто лежать на прилавках. Если это какие-то открытые точки, то по тому, как уже хранится продукция, тоже можно делать какие-то выводы? То есть, может быть, она должна быть укрыта от осадков или не должна быть? Да, в правилах четко сказано, что хранение, реализация пиротехнической продукции должна осуществляться в таких местах, где бы исключалось попадание прямых солнечных лучей и, естественно, осадков. Когда мы говорим, что продукция реализуется с открытых лотков, если даже исключено прямое попадание солнечных лучей, то влажность воздуха все равно сыграет свою роль, и пиротехническая продукция потеряет свои качества. На самом деле о том, насколько опасной может быть пиротехническая продукция, говорит недавний случай на Камчатке. Мужчина, отмечая свой юбилей 35-летия, запускал фейерверки и в итоге погиб. Как можно запускать фейерверки, чтобы вот такого не случилось? Пиротехнические изделия бытового назначения, то есть это изделия, которые не требуют специальных знаний, навыков и каких-то умений, разделяются на три класса по своей опасности. Первый класс – это радиус опасной зоны до 0,5 метра. До 5 метров радиус опасной зоны – это второй класс. И третий класс – это до 30 метров. Но уже при использовании пиротехнической продукции третьего класса есть определенные требования. То есть должна являться схема, люди должны находиться на две-три стороны, запрещается в этих местах использовать отрытый огонь. А вот еще, наверное, есть какие-то элементарные правила? Ну, в первую очередь, я всем порекомендую ознакомиться с инструкцией до изготовителя. В целом, добросовестные производители все довольно-таки подробно расписывают, и любому гражданину это понятно. Ну, можно сказать, что в любом случае надо устанавливать на твердую, ровную поверхность, чтобы исключить падение при запуске. Ни в коем случае это нельзя поручать детям. Ну, и также и продажа детям до 16 лет запрещена в соответствии с постановлением правительства. Ну, и в зависимости от класса опасности, естественно, надо выбирать безопасное расстояние для нахождения. Нельзя запускать в помещениях любого класса пожароопасных, то есть это исключено. Нельзя запускать на митингах, каких-то шествиях. Нельзя использовать на территории пожароопасных, взрывоопасных объектов. Вот. Ну, и после того, как устройство сработало, не надо подходить сразу к нему, чтобы убедиться. То есть надо дождаться, когда все заряды, как говорится, отстреляют. Только после этого можно подходить с соблюдением мер безопасности. Ну, Новый год, как оно надо, на улицах наблюдается. А вот есть какие-то ограничения? То есть какие фейерверки в городской черте можно использовать, а какие нельзя? Или никаких ограничений, особенно на праздники? Вот по бытовым пиротехническим изделиям первого, третьего класса опасности каких-либо ограничений в правилах не оговаривается. Ну, в любом случае, согласно правилам противопожарного режима в Российской Федерации, у нас использование открытого огня не разрешается на расстоянии ближе 50 метров от зданий, сооружений. Вот такое ограничение есть. Хорошо. И в Чебоксарах какие-то были уже случаи печальные на Новый год, может быть, на какие-то другие праздники, когда вот пиротехника сделала свое злое дело? Ну, последние два года, та работа, которая проводится МЧС России, органами местного управления, общественностью, последние два года у нас таких случаев не зафиксировано. Последний случай был в 2012 году, это в городе Чебоксары. То есть из-за неправильной эксплуатации использования был пожар. А вот если у кого-то пиротехника, какие-то фейерверки остались с прошлого года, и человек хочет использовать их в этом году, это вообще допускается? И как человек может самостоятельно определить, годна ли еще продукция, или может быть, с нее надо как-то избавляться? Ну, опять, тут надо вернуться к инструкции завода-изготовителя, которая описывает, значит, условия хранения, как она должна храниться. Должен быть обозначен срок годности. Если все эти меры соблюдены, то ничего страшного, если даже прошлогоднее какое-то изделие можно использовать в этом году. Если же срок годности истек, либо на этикетке надпись, значит, нечитаемая, и потребитель не может сам определить, то такое изделие лучше, конечно, не использовать. И вот опять же, куда деть продукцию негодную? То есть наверняка выбросить просто в мусорный ящик нельзя, небезопасно. Куда нести эту продукцию? Правила используемых пиротехнических изделий говорят, что это должно быть все расписано в инструкции завода-изготовителя. Нормативные правовые акты МЧС России по пожарам запаса данный вопрос не регламентирует порядок уничтожения. Но в инструкции завода-изготовителя, как правило, все это указывается. Ну, в Чебоксарах все-таки есть место, где принимают такую продукцию, куда может человек принести? Такого специализированной организации либо места нету. Но, насколько я знаю, вот таких случаев факт, что из-за некачественной или просроченной продукции что-то там происходило пока не было. Надеемся, не будет. Ну, если подытожить, главное это читать инструкцию и соблюдать инструкцию, что иногда русский человек, собственно говоря, не любит делать. Все верно. Ну, для запуска фейерверков ежегодно органы медицинского управления устраивают специальные площадки. То есть, они определяются нормативным правовым актом. В прошлом году у нас было порядка 103 площадок по всей Чувашской республике. То есть, там места, где, значит, есть соответствующая вывеска, есть соответствующие расстояния с дальней осторожения, там, где можно безопасно запускать вот эти изделия. Это интересный факт. Я, потому что, например, первый раз слышу действительно о таких площадках. А где они располагаются? Есть какой-то перечень, может быть, да? Ну, он утверждается перед праздниками. На сегодняшний день пока данный перечень не утвержден. Ну, как правило, это более открытые площадки, где рядом нету зданий и сооружений 4-5 степени, где стоит все деревянные, которые, в первую очередь, подвержены воздействию. А в любом случае, этот перечень, я думаю, что есть где-то, будет на сайтах правительственных? Да, да, да. После того, как данный перечень будет утвержден органом местного управления, эта информация будет доступна, как на сайте Главного управления МЧС, я думаю, и в средствах массовой информации. Спасибо. Я напоминаю о безопасном использовании пиротехники. Мы говорили с временно исполняющим обязанности начальника управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России Почуваши Федором Фоминым. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!